Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор женских часиков премиум-класса по очень-очень бюджетной цене от Маскс, модель S61. Итак, давайте скорее распаковывать. Вот так выглядит коробочка. Она была дополнительно еще в слюде. Вот написано модель. Вот так они выглядят. Представлены в трех цветах. Можно выбрать классический черный и красивенький такие золотистые и серебристые. Функционал, как всегда, напичкано все, что только можно. Открываем коробку. Внутри все очень презентабельно на подарок. Вот так второй половинке. Ну, очень красиво, смотрите. У меня вот как раз такой, ну не золотистый, да, корпус и бежевый цвет самих часиков. Ну, очень красивые. Ремешок силиконовый, но он такой, смотрите, ребристый. Ребристый ремешок и сами часики выглядят вот так. Золотой корпус. Очень стильно, очень дорого-богато. Стоят, девчонки, вообще копейки. Ссылку вам оставлю, как всегда. Так, здесь у нас должно быть зарядное устройство, подробная инструкция. Есть русский язык, поэтому разобраться легко. Разобраться легко, тут инструкция, в принципе, не нужна. С помощью приложения все замечательно. Вот она зарядка, зарядка магнитная, видите. Вот сюда подсоединяются, вот они две точки, желтенькие такие. И у нас с вами заряжаются часики. Ну, и давайте смотреть, собственно говоря, чем эти часики уникальны, чем отличаются от других. Здесь есть абсолютно все, что есть в любых часах премиум-класса, смарт-часах женских, вообще абсолютно все. Измерение сердцебиения, пульс, будильник, всевозможные настройки спортивные. Все здесь это есть. Экран AMOLED. Вот такой вот красивый экран. Их очень тяжело, на самом деле, поцарапать. Разбить или еще что-то. Это очень долговечный экран. Можно купить и стеклышко на заказ вырезать. Но в этом нет необходимости. Я с экраном AMOLED хожу уже второй год. Все отлично, все замечательно. Ремешок съемный. То есть при желании можно заказать его отдельно, какой хотите, если он пришел не в годность. Но вообще у них ремешки очень хорошего качества. Смотрите, здорово. Вот здесь все датчики у нас по бокам. И одна кнопка функционала. Вот такая динамики. Все здесь это есть, потому что по часикам можно разговаривать. Можно читать сообщения. Отвечать на сообщения нельзя. А вот разговаривать по часам можно. Давайте включать. Надеюсь, что они заряжены. Если нет, мы с вами их зарядим. Сконнектим с телефоном Ксюшкиным. И посмотрим. Вот так они включаются. Здесь у нас появляется заставочка Hello. И мы сразу с вами выбираем язык. Конечно же, выбираем с вами русский. Хоп, поставила. Вот у нас здесь скачайте приложение. Приложение Glory Fit. Оно у нас уже есть. Я его скачивать не буду. А так это сделать очень легко по QR-коду, который есть на коробочке и на инструкции. И тут также. Вот видите, мы листаем с вами вниз. И вот он у нас с вами QR-код. Мы сканируем его камерой телефона. Переходим на страницу. И скачиваем актуальную версию приложения. Здесь я нажимаю пропускать. Установка времени у нас с вами. Надо экранчик сейчас опять поставить. Установка даты. Я это пока делать не буду. Мы выходим отсюда. Вот так выглядят сами часики. Экран большой, кстати. Больше моего. Чуть-чуть больше моего. Чуть-чуть побольше. Красивый, красивый экранчик. И, собственно говоря, о часах. Мне безумно импонирует, во-первых, вот этот классический лаконичный дизайн. То есть никакой привязки к стилю. Под любой стиль. Под спортивный и под деловой можно часики надеть. Размер дисплея 1,39 дюймов. AMOLED поддерживает постоянно включенный экран. То есть у меня такого, по-моему, нету на моих часах. Пиксели 466 на 466. Датчики. Монитор сердечного ритма на запястье. Насыщение кислородом крови. Датчик приближения. И акселерометр. О как! Ну и, конечно же, Bluetooth. Емкость аккумулятора 380 и он литий-полимерный. Вот так вот. Срок службы. Режим экономии заряда батареи до 30 аж дней. Представляете? А режим использования до 21 дня. Интенсивное использование до 7 дней. Это вообще очень классно. Голосовые вызовы до 500 минут. Вообще просто супер. Время зарядки около полутора часов. Из функций здесь трекер сна. Но давайте я вам лучше покажу, что я буду вам зачитывать. Вы перейдете в карточку товара и сами все посмотрите, что вас конкретно интересует. Как всегда у нас свайп вверх. Это сообщение. Свайп вверх, да? Так, свайп в сторону. У нас с вами меню. Набор. То есть мы будем синхронизировать с телефонной книгой. Пульс. Артериальное давление. Это первые часы, кстати, которые меряют артериальное давление в нашей семье. Не было, еще не было такого, представляете? Ну-ка, 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 ну-ка. Нажимайся. Смотрите. Вау. Сейчас оденем, померяем. Так, я делала часики, положу вот так руку и будем ждать с вами. Лучше, конечно, не трендить. Артериальное давление. Я приблизительно свое знаю, поэтому сейчас посмотрим. Можно ответить на звонок часиками. О, ничего себе, как быстро. Ну да, в принципе, это мое давление. С учетом того, что я тренджу. Да, вот 125, 120, 115. Это мое давление на 73 обычный. О, вот так вот. Прикольно, слушайте. Вообще класс. Это самые бюджетные часы, которые я вам показывала. Но действительно, девчонки, стоят копейки. Они стоят копейки. Но здесь есть еще и давление вообще. Вообще круто, слушайте. Так, дальше. Что еще у нас тут с вами новенького? Есть сообщение. Погода. Женский дневник. То есть можно прописывать цикл и так далее. Можно через них слушать музыку. Они достаточно громкие. Секундомер. Тренировка дыхания. Таймер. Будильник. Визитная карточка. Установка времени. Найти телефон. Калькулятор. Календарь. Камера. Нам нужно связать, да. Нам нужно связать сначала часы. И тогда мы все это сможем с вами смотреть. Настройки. Вот они, настройки. Так, батарея. Там хорошо тут видно. Ой, экономия режима. Слушайте, не было такого. Не было такого на предыдущих часах. Ни мужских, ни женских. Это что-то новенькое. Текущее количество заряда. Вот мы с вами видим. Пожалуйста. Так, я не туда нажала. Нам надо было назад с вами свайпнуть. В настройках что еще? Экран. Вот сейчас сменить циферблат. Яркость. На серединке стоит. Видите, какой он яркий? То есть он стоит на серединке. Выключение экрана. Вот сейчас я увеличу это время, потому что я вам ничего не успеваю показывать. До 15 секунд у нас. Поднятие для активации. Экранные часы. Также сменить циферблат. Мы можем в приложении Glory Fit. Оно периодически обновляется. Выходит актуальный новый. Ну, например, там к праздникам и так далее. Оставим вот этот. Я люблю, когда циферблаты функциональны. То есть показывают и количество шагов, и погоду. И люблю, когда показывают заряд. Да, вот это все мне нравится. Когда в одном. Свайп. Снизу вверх. На свободе тоже у нас меню настроек. Здесь есть фонарик. Он светит достаточно ярко. В темноте прям, я бы даже сказала, слепит. Так. Назад. У нас свайп вправо. Настройки. Яркость. Батареи. Ночной экран. Дневной экран. Информация. То есть о модели и так далее. Вот здесь у нас все это с вами есть. Вот она информация. Можно, кстати, вот так листать. Классно. Так. Дальше что мы с вами посмотрим? Свайп. Влево. Получается, это актуальная информация о шагах, о сжигании калорий, о передвижении. О том, сколько километров прошли, сколько прошли шагов и так далее. Так. Эта кнопка у нас блокировка. То есть просто возвращение домой и блокировка. Весь основной функционал у нас вот здесь в меню. Здесь нереальное количество настроек по режиму спорта. Огромное количество. Просто огромное. Стиль меню тоже можно изменить и сделать часики под айфоновские. То есть тут даже целых четыре стиля. То есть вот так вот будут много-много значков по всему экрану. Это на всех часиках у этого бренда. Так. Что у нас тут еще с вами интересного? Интересного. Сон, режим сна, записи тренировок. Вот мультиспорт, пожалуйста. То есть если мы занимаемся спортом, мы выбираем тот или иной режим. И в приложении мы видим абсолютно все данные наши во время тренировки. То есть для тех, кто занимается спортом, эти часы подойдут просто идеально. Здесь, ну, тьма. Здесь просто тьма. Данные. Так, что у нас здесь? А, это вот, вот это вот. Записи тренировок. Здесь можно все это сохранять и так далее. Польский кислород в крови, все как обычно. Сообщение, когда приходит, мы можем подключить какой-то определенный сигнал. У меня, например, стоит просто вибрация. И подключаем именно от тех приложений, которые нам нужны. Я вам сейчас это все покажу. Приложение называется Glory Fit. Оно вот так вот выглядит. Зелененькое вот такое. И здесь поярче поставим. У нас абсолютно весь функционал. Это домашняя страница, где мы видим данные о сердечном ритме, расстоянии, о шагах. Это вот у меня Ксюшка за полдня 8 тысяч на шагал. Даже меньше, чем за полдня, потому что дома она часы снимает, приходит. Так, устройство. И вот тут у нас весь функционал. Здесь мы можем себе выбрать... Так, здесь мы синхронизируем контакты. В настройке часов, мои часы, часы, мы можем выбрать себе экран. Смотрите, какие есть классные, нарядные, здоровские. Приложение обновляется. Каким-то вот другим праздником. Дню Святого Валентина, 23 февраля тоже будут какие-то актуальные. Выбираем, какая нам нравится. Свайпаем вниз, прогружается. И огромное количество картинок. Здесь же в приложении выключаем мониторинг пульса, настройку кислорода в крови. Видите, вот у Ксюшки выключен как бы нет. В этом эмоциональный стресс, оповещение о звонке. То есть, если вам кто-то звонил, чтобы через какое-то время вам приходил там звуковой сигнал или вибрация на часы, если вы вдруг не успели взять трубку. Ну, а так настройки звонков часы вибрируют и тоже могут создавать звуковой сигнал. Но у меня вот тоже все стоит на вибрации. СМС-оповещение и уведомление приложений. То есть, здесь у нас будет весь перечень приложений на устройстве. И мы устанавливаем галочку только на тех, с которых как бы мы хотим, чтобы на часы приходило, чтобы мы видели. То есть, что-то важное, да. Дальше уведомление отдых. И режим не беспокоить. Мне очень нравится. У Ксюшки вот включен с 9 до 7.20. То есть, она в школу встает. Вот у меня чуть попозже. Мы ставим время, которое нам необходимо. И в этот временной промежуток наши часы не вибрируют, не издают звуковые сигналы. Оповещение приходит, но в слепом режиме, скажем так. Включать экран поднятием руки. Общие настройки, обновления и так далее. Мы привязываем. Найти браслет. Можно из часы потеряли. А по часам можно найти телефон. Если не знаете, где телефон, он запиликает. Вы найдете язык системы. Все. Здесь настройки, функционал очень классный. Вот здесь я, у меня мой аккаунт. Здесь план тренировок. Можно создать себе постановка целей. Следить за циклом. Настройки разрешений. Системные настройки. Это все понятно. Обратная связь. Все в приложении есть. Если возникнут какие-то трудности, вам обязательно помогут. Часики совместимы с айфоном 10.0 и выше. И андроид 5.0 и выше. Это достаточно важная информация. У Ксюшки тоже часы этого же бренда. И мы без проблем коннектили их с айфоном. То есть в этом плане никаких проблем вообще не возникает. Они очень легко коннектятся. Молодцы разработчики. Так, что еще мы с вами не посмотрели, что не покопались. Но здесь все довольно просто. Вот все просто и очень круто. Вот очень круто. Разговаривать можно. Для этого нам с вами нужно зайти в телефонную книгу. Нам нужно зайти выбрать там. Сейчас мы с вами найдем. Где у нас телефонная книга была? Сейчас мы с вами там из телефонной книги выбираем номер. Номер набирателя. Вот где он у нас был? Вот от контакта. У нас здесь будут отображаться контакты. Мы можем добавить в меню часов 100 контактов из справочника. Мы вручную в телефоне отмечаем, какие мы хотим добавить в приложение и добавляем. То есть они будут отображаться у нас с вами на экране, когда эти контакты нам звонят. Ну, с кем больше общаемся, 100 достаточно вообще за глаза. Здесь среди контактов мы выбираем номер, набираем и разговариваем по часам. То есть телефон не обязательно. Это будет режим такой громкой связи. И мы можем с вами сбрасывать. Если в неудобное подходящее время вы руку за вас зазвонил телефон, а звук не выключен, то вы на часах сразу кнопочку сброса нажимаете. Все отлично, все замечательно. На сообщения отвечать мы тоже не можем. Мы можем их только прочитать, просмотреть. И если это что-то важное, взять, конечно, телефон в руки и ответить. Вот и все основные моменты, которые я хотела вам рассказать. Везде мы с вами покопались. Запись, разговор. Здесь, кстати, есть диктофон. Если куда-то идете, телефон может быть спрятан, а диктофон на часиках включен. Очень интересная такая функция, но иногда нужная в наше время, скажем так, запись разговоров и диктофон. Все здесь есть. Про тренировки сказала. Можно устанавливать сон. Если вы спите в часиках, я сплю, например, без часов. То пока вы спите, часы мониторят ваше здоровье. И по утру выдают вам отчет, сколько вы проспали, какой был сон, какой глубины даже был сон. Как во время сна работал ваш организм, как вела себя сердечно-сосудистая система. Это очень интересная, на самом деле, функция. Иногда стоит ради себя поотслеживать. По поводу музыки. Вся музыка с телефона. То есть включаем на телефоне, где хотим, в YouTube или просто в приложении телефона. Включаем музыку и ставим воспроизведение на динамик часов. И они у нас с вами играют, как такой мини-плеер. Собственно говоря, так же можно и разговаривать. То есть мы набираем с часов номер. И там есть кнопочка громкой связи. Когда мы кому-то звоним, можно на нее нажать. Можно поставить громкую связь на телефоне. Можно переключиться сразу на часы. И вывести на часы контакт. И разговаривать так, как вам удобно. В общем, функционал безумно классный. Мне очень понравилось, на самом деле. Будильник тоже работает отменно. Батарея на самом деле классная, мощная. Все держит прекрасно. Здорово, замечательно. У них очень хорошие батареи. Вот уже второй год, говорю, ношу часы. Никаких нареканий абсолютно нет. Обновление приложения выходит периодически. Добавляться могут какие-то новые крутые функции, фишки. Это тоже очень интересно, очень важно. На некоторых часах, кстати, предусмотрены игры. Здесь я не видела, по-моему. Игр нет. Есть камера. То есть можно тайком, опять же, делать какие-то снимочки с часов. Но это опять, знаете, такой момент слежки. Калькулятор. Вот если девочкам в школу покупаете, мне кажется, очень классный гаджет. Хотя бы вот если что-то срочно нужно сообщить ребенку. Вот у нас телефоны в школе сдают. И закон вообще приняли, что телефоны будут сдавать с 1 сентября этого года все. Абсолютно все в школах. Часы остаются на руке у ребенка. Часы остаются на руке у ребенка. И если что-то нужно важное сообщить ребенку, допустим, там, побудь сегодня на продленке на час подольше, я там задерживаюсь, опаздываю, грубо говоря. К примеру, ребенок это сообщение увидит, потому что телефон находится в классе, Bluetooth, все, коннект идет. Ребенок сообщение это увидит, как бы и прочитает. Слава Богу. Если что-то вот так нужно срочно сообщить или сказать, ну, срочно перезвони. Потому что если нужно, то, конечно, на перемене учителя ребенок телефон даст, и можно перезвонить. А можно перезвонить из часов. Главное, чтобы не видели учителя. Можно перезвонить из часов, вполне себе выйти в туалет и перезвонить родителю, не забирая телефона учителя. Так что вот этот момент тоже учтите. У меня все уходит в таких часах. Это очень удобно, я вам могу сказать. На самом деле, очень негаудобно. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Я вам все основные моменты рассказала, на что стоит обратить внимание. Я вам искренне рекомендую этот бренд, эти часики, потому что они нереально крутецкие. За копейки вот такие вот часы купить, я не знаю, где еще можно. Маскс вообще радует в этом плане. Они пичкают каждую свою новую модель невероятно крутым функционалом, а цена становится только дешевле. Поэтому супер, ссылочка под видео, на это все. Если остались какие-то вопросы по часикам, обязательно пишите, постараюсь на все ответить. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok